сейчас николаю мозглякову осужденному на пожизненный срок всего 38 лет и его можно считать одним из самых молодых маньяков современной россии примечателен не только оперативной поимкой после первого же преступления но и интересной фамилией раньше словом мозгляк называли человека хилого и слабого ни к чему не пригодного а говорящая фамилия мозгляков фигурирует в произведении достоевского дядюшкин сон и вот человеку с такой нарицательно литературной фамилией было суждено запомниться под прозвищем златоустовский паук о детстве маньяка известно немного но в целом можно сказать что он соответствовал своей фамилии николай имел непримечательную внешность и довольно хилое телосложение можно предположить что это явилось для него источником определенных комплексов и неуверенности в себе вырос николай мозгляков в неблагополучной неполной семье мать одна воспитывала троих сыновей впоследствии выяснится что недостаток мужского воспитания она компенсировала строгостью и жесткостью обращения с отпрысками как-то раз она за провинность привязала маленького николая кровати а двум другим сыновьям приказала избивать его ногами так будущий монстр усвоил с детства что жестокость это нормально к своим двадцати четырем годам нигде не работал пробавлялся случайными кражами за что уже успел отсидеть имел гражданскую жену и ребенка а также двух старших братьев именно с одного из братьев все и началось однажды старшего брата мозглякова бросила девушка события безусловно не из приятных но тот отреагировал на него слишком уж неоднозначно напился и лег на рельсы из-за чего лишился одной ноги для николая это событие стало шоком и поводом мстить хотя скорее всего под данное обстоятельство он просто приписал свое давнее нереализованное желание насиловать и убивать маленьких девочек ведь мстить он пошел не бывший пассии брата и даже не ее родственница и даже не рандомные взрослой девушки девочкам подросткам мотивацию такого поступка сложно объяснить как то кроме как врожденной или приобретенной склонностью к насилию все случилось 1 апреля 2008 года две семиклассницы анна мохнаткина и анна лютая а также младшая сестра последней семилетняя лера лютая шли вместе домой из школы по дороге им встретился николай и эта встреча стала для девочек роковой маньяк резко напал на одну из девочек приставил ей нож к горлу и таким образом заставил всех троих пойти за ним в глухое безлюдное место окраину местного кладбища там он раздел своих жертв привязал их к деревьям поочередно изнасиловал и нанес многочисленные ножевые ранения лера после удара ножом в шею лишилась чувств и это спасло ей жизнь мозгляков решил что она умерла отвязал ее и для верности нанес еще восемь ударов ножом в спину очнувшись лера смогла самостоятельно проползти к железнодорожным путям где ее и обнаружили путевые обходчики по сообщению пострадавшей были обнаружены и тела ее сестры и подруги девочка смогла описать нападавшего она запомнила приметную татуировку с пауком на руки а также то что во время изнасилования этот монстр улыбался был составлен фоторобот по которому после многочисленных опросов местных жителей нашли некого безработного николая мозглякова недавно освободившегося из тюрьмы на него указала одна из запрошенных учительниц узнавшие фотороботе своего бывшего ученика в доме задержанного мозглякова был найден тот самый нож впоследствии установит что именно с его помощью были совершены убийства а также цепочка принадлежавшая одной из убитых девочек следы найдены в квартире обуви совпали со следами на месте преступления интересно что на нож указала продавщица которая и продала его маньяку все дело в том что орудие было достаточно приметное и она запомнила внешность человека который его купил именно со слов сотрудницы магазина и был дополнен фоторобот по которому позднее нашли преступника ученицы школы где обучались погибшие девочки рассказали наследствие что в последнее время часто видели мозглякова он пытался заговаривать с девочками задавал странные вопросы нервно улыбался девочки постарше видевшие златоустовского маньяка без труда определили его возраст в 20 с небольшим лет тогда как малолетние лере убийцы показался старше она отнесла его возраст к интервалу 35 40 лет николай сначала отмалчивался а потом рассказал все в подробностях вина подозреваемого была доказана также генетическим исследованием его опознала и выжившая жертва психолога психиатрическая экспертиза признала его вменяемым на суде мозгляков вел себя вызывающе часто ухмылялся так что его приходилось одергивать приговора пожизненном заключении выслушал на удивление спокойно судья даже переспросила все ли ему понятно родственники жертв сочли что приговор несоразмерен преступлению по их мнению николая должны были осудить на смертную казнь а вот гражданская жена маньяка елена заступилась за сожителя она заявила что знала мозглякова лишь с лучшей стороны он якобы никогда не проявлял признаков насилия и на такое не способен про преступную деятельность супруга елена знала но все равно утверждала свое он вор но не убийца впрочем для родных преступников такое поведение не редкость сложно представить себе что много лет было проведено рядом с жестоким маньяком у елены от отношений с мозгляковым остался сын интересно что соседи описывали маньяка как человека спокойного и тихого но явно себе на уме и с нехорошим взглядом отмечали также несовершенство фоторобота на нем преступнику сделали слишком вытянутое лицо поэтому жившие с николаем в одном доме не смогли сразу его опознать в настоящий момент николай отбывает наказание в колонии полярная сова в ямала ненецком автономном округе есть сведения что в заключении у него начала развиваться шизофрения возможно наследственная так как еще на во время разбирательства следователи работавшие с семьей мозгляковых отмечали ее как очень своеобразную мать по их мнению была способна на все да и брат пришедший на костылях из-за неудачной попытки самоубийства выглядел странно так что и здесь можно заключить что проблемы маньяка родом из детства любопытно что в 2018 году николай мозгляков внезапно заявил о том что три школьницы из златоуста не единственные его жертвы он утверждает что за две недели до 1 апреля 2008 года посещал москву и совершил там нападение на 11-летнюю школьницу в столице маньяк тогда трудился штукатуром маляром в составе строительной бригады по данному эпизоду против мозглякова было возбуждено новое уголовное дело однако вполне может оказаться что это самооговор для привлечения внимания и получения возможности выехать из колонии для проведения следственных экспериментов лера единственная выжившая жертва преступника спустя полгода практически полностью восстановилась физически также в норме и и психическое здоровье согласно заключением специалистов девочка была в том возрасте когда травмирующие события может почти полностью изгладиться из памяти